Извините, это снова я и опять про плоскую землю. В предыдущем сюжете я посетовал на то, что набег плоскомозглых практически прекратился, но похоже, что был неправ. Судя по всему, самые прикольные дебилоиды просто еще очень медленно соображают, ко всему прочему. Поэтому вот буквально несколько часов назад меня осчастливил своим присутствием некий гражданин и, как водится, он написал тупой комментарий, практически не относящийся к теме видео. Пациент достаточно забавный сам по себе, и эти вопросы мне уже попадались, потому что, ну, сейчас, неважно. Короче говоря, я так и так планировал сделать какое-то отдельное видео, касающееся этих вопросов. Ну вот, момент настал. Поэтому, ладно, хрен с ним. Еще по маленькой, а потом уже про Луну. Итак, данного гражданина очень сильно волнуют следующие вопросы. Первое. Почему геодезия не берет в расчет загиб Земли? Второе. Почему морские карты не учитывают тот же загиб? И третье. Почему нет прямых авиарейсов, например, из Южной Америки в Африку или в Австралию? Так как я не плоскозем, то в отличие от этой Шушеры, мне совершенно несложно ответить на заданные вопросы, тем более, что на некоторые из них, как минимум на один, я уже отвечал. Это только веслоухие дебилоиды несколько лет подряд собираются с силами и все никак не соберутся, чтобы ответить на список вопросов. Причем, в принципе, несложных вопросов. Я ведь их не спрашиваю о высоких материях, правильно? А только об их собственной теории. Ну и заодно они уклоняются от проведения эксперимента, который потенциально может их не только обогатить, но еще и прославить в веках. Ну, в общем, такой вот трусливый, ленивый народец, эти плоскоземы. И начнем, пожалуй, с третьего пункта про прямые авиарейсы, потому что он самый простой, самый легкий. Этот вопрос настолько прост, что он сам по себе свидетельствует не столько о форме планеты, сколько о смерти разума самого вопрошающего. Потому что прямые авиарейсы из Южной Америки в Австралию или в Африку, конечно же, есть. В чем несложно убедиться, зайдя, например, на широкоизвестный сайт, специализирующийся как раз на продаже авиабилетов. И задав там критерии поиска, например, Сантьяго, Чили, Сидней, Австралия. И вот, пожалуйста, рейс с технической остановкой в Окленде. Но если кто-то уже торжествует победу, то посмотрите на то, где находится этот самый Окленд. Если же вам нужен рейс из Южной Америки в Африку, то вот, пожалуйста, Сан-Паулу-Кейптаун. Прямой, беспосадочный. Но это, наверное, не та Южная Америка, неправильная Африка, вода там не той системы и вообще все не то. Плавали, знаем. Теперь первый пункт про геодезию. Находим и открываем вот эту книжечку. Прикладная геодезия. Основные методы и принципы инженерно-геодезических работ. Читаем, например, на странице 66. Параграф 17. Не сначала будем читать, просто вот мне понравился этот параграф. Система высот. При определении разности высот поверхности Земли методом геометрического нивелирования возникает некоторая неопределенность в значении превышений вследствие того, что уровенные поверхности различных точек Земли не параллельны между собой. То есть уровни в разных местах Земли оказываются не параллельны, они под углами. Опа! Это обуславливается неравномерностью распределения масс земной коры и суточным вращением Земли. В зависимости от принципа учета непараллельности уровенных поверхностей различают нормальные, динамические и ортометрические высоты. По предложению... Нормальные высоты точек отсчитываются по направлениям отвесных линий от поверхности квазигеоида. Поверхность квазигеоида близка к поверхности геоида. О том, что это такое, нужно читать более ранние параграфы. В открытых океанах и морях поверхности геоида и квазигеоида совпадают. Поверхность квазигеоида относительно точек земной поверхности однозначно определяется по внешнему гравитационному полю Земли. Относительно поверхности референс-эллипсоида поверхность квазигеоида определяется с помощью астронома гравиметрического нивелирования. То есть вот вам, пожалуйста, инженерная геодезия, то есть самый-самый низкий прикладной уровень. Низкий не в смысле он какой-то там униженный, а в смысле вот он ближе всего к прикладным задачам. Строительство, прокладывание трубопроводов, дорог и прочее, прочее. И здесь учитывается и вращение Земли, и упоминается наличие гравитации, и то, что в разных местах Земли вертикали оказываются непараллельны друг другу, и, соответственно, нормали тоже непараллельны друг другу, вот эти вот уровенные поверхности. Ну и все такое прочее. То есть вот, пожалуйста, самая прикладная геодезия тоже учитывает наличие кривизны земной поверхности, вращение поверхности, неравномерность распределения массы внутри планеты и прочее, прочее. Ну, разумеется, это еще не все. Можно открыть другую книгу под названием «Курс инженерной геодезии». Не какая-нибудь там абстракция, а самая, что ни на есть, прикладная. Можем прочитать введение к этой книге, ну, чтобы как бы быть в курсе терминов и определений. И давайте это сделаем. Итак, введение. Общие сведения о геодезии и ее научных дисциплинах. Геодезия. Наука, изучающая форму и размеры Земли, а также отдельных участков ее поверхности. В геодезии разрабатывают различные методы и средства измерений для решения различных научных и практических задач, связанных с определением формы и размеров Земли, изображения всей или отдельных частей ее на планах и картах, выполнение работ, необходимых для решения различных производственно-технических и оборонных задач. В геодезии применяются преимущественно линейные и угловые измерения. В процессе своего развития геодезия разделилась на ряд научных и научно-технических дисциплин. Высшую геодезию, топографию, фотограмметрию, картографию и инженерную, в скобках прикладную, геодезию. Высшая геодезия – наука, предметом исследования которой является форма, размер и внешнее гравитационное поле Земли, значение и направление силы тяжести в окружающем Землю пространстве и на ее поверхности. Высшая геодезия занимается также методами точных измерений и способами их обработки с целью определения взаимного положения точек на земной поверхности в единой системе координат. «Запуск искусственных спутников Земли положил начало развитию нового направления высшей геодезии – космической геодезии». Ну, здесь можно пропустить и прочитаем про инженерную прикладную геодезию. Это наука, которая изучает вопросы приложения геодезии к инженерному делу. Ну, то есть, ну, прикладная. Теперь переходим в раздел 1 под названием «Общие сведения», глава 1, параграф 1 и читаем о форме и размерах Земли. Напоминаю, это инженерная, то есть прикладная геодезия, учебник фактически, учебное пособие или справочник. Ну, все вместе. Параграф номер 1. «Сведения о форме и размерах Земли». Фигура Земли формируется под влиянием внутренних и внешних сил. Основными являются сила внутреннего тяготения и центробежная сила. По данным геофизики, Земля ведет себя как пластичное тело. Если бы она была неподвижным и однородным по плотности телом, то под действием только сил внутреннего тяготения она, как фигура равновесия, имела бы форму шара. В следствии центробежной силы, вызванной вращением вокруг оси, Земля приобрела бы форму шара, сплюснутого с полюсов, то есть форму эллипсоидовращения с малой степенью сжатия в направлении полюсов. На самом деле внутреннее строение Земли по плотности неоднородно. В результате процессов, связанных с образованием и жизнью нашей планеты, вещество Земли распределяется в общем концентрическими слоями, плотность которых возрастает от поверхности к центру. При таком строении Земля также должна бы иметь фигуру эллипсоида, но с другой степенью сжатия, нежели при однородной плотности. В обоих случаях поверхность тела, находящегося в состоянии гидростатического равновесия, будет всюду горизонтально, поскольку в каждой точке направление силы тяжести отвесной линии совпадает с нормалью перпендикуляром к поверхности. Поверхности нормальной в каждой точке к отвесной линии называются уровенными поверхностями силы тяжести. Таким образом поверхность эллипсоида вращения будет уровенной. Я точно не знаю, как правильно поставить ударение, уж извините, это у меня пунктик. Однако земная кора, наружный слой Земли толщиной в среднем 40 километров, состоит из неоднородных по плотности участков. Материки и океанические впадины сложных геометрических форм, равнинные и гористые формы рельефа материков и соседствующих с ними океанов и морей. В следствии такого неравномерного распределения масс в земной коре изменяются направления сил притяжения, а значит и сил тяжести. При этом уровенная поверхность, как перпендикулярная к направлениям силы тяжести, отступает от эллипсоидальной и становится столь сложной и неправильной в геометрическом отношении, что ее форму нельзя описать конечным математическим выражением. Фигуре Земли, образованной уровенной поверхностью, совпадающей с поверхностью океанов и морей и мысленно продолженной под материками, присвоено название геоид. Ну вот, например, инженерная геодезия упоминает то, что Земля в первом приближении сферическая, шарообразная, но на самом деле она чуть-чуть приплюснутая, а еще более точно говорит, что ее форма настолько сложна, что ее невозможно описать математически полностью, но можно только описать приближенно при помощи геоида и всяческих уточнений. А теперь сразу переходим на вторую главу, параграф 4, который вот прям так и называется, влияние кривизны Земли на результаты измерений расстояний и высот. Для обработки результатов геодезических измерений и при получении топографических материалов крупномасштабного изображения на бумаге в физической поверхности Земли ее точки предварительно проецируют, относят, отвесными линиями на поверхность более простую, чем земная. Такой поверхностью относимости могут быть поверхности референс-эллипсоида, шара, плоскости. Проецирование точек линиями перпендикулярными к поверхности относимости называют ортогональным. Получить ортогональную проекцию земной поверхности на плоскость наиболее просто, поскольку при этом не нужно учитывать кривизну Земли. Поэтому установим, какого размера должен быть участок земной поверхности, чтобы его можно было считать плоским. Вычисления пропустим, перейдем сразу к выводу. Такой погрешностью характеризуются наиболее точные геодезические измерения, следовательно, участки земной поверхности размерами 20 на 20 километров во всех случаях можно считать плоскими. Но между «можно считать» и «являются плоскими» две большие разницы. Потому что большинство людей можно считать одного роста, если смотреть издалека. Но люди различаются по росту. Это как пример. Еще пропустим некоторые выкладки и прочитаем завершающий этот параграф абзац. При возведении строительных конструкций, погрешности высотных измерений и построений в среднем не должны превышать 1-2 миллиметра. Поэтому влияние кривизны Земли на определение высот должно учитываться. Итого фиксируем. Пациент задал, по сути дела, идиотский вопрос. Так как геодезия, даже самая прикладная, не высшая геодезия, которая там про космос, гравитацию и прочее, а вот то, что строители используют, даже эта геодезия учитывает наличие кривизны земной поверхности. То есть, да, эта кривизна вносит очень малую ошибку в большинство выкладок. Да, на расстояниях порядка 20 километров в большинстве случаев можно эту кривизну не учитывать. Но если нужна настоящая точность, то без учета даже вот этих малых поправок обойтись нельзя. То есть, пациент, повторяю, задал, по сути дела, идиотский вопрос, свидетельствующий о необратимой смерти его разума. И, к слову сказать, он про себя написал, что он военный штурман. Скажите, военный, а где у вас здесь буфет? Ладно, второй вопрос и последний пункт для этого разбора. Про морские карты, якобы не учитывающие загиб. Вообще, уже должно быть понятно, да, про геоид, там все дела, но открываем штурманский справочник 1978 года издания. Интернета тогда еще не было. Этот Эрик Дюбей, скорее всего, даже еще не родился. А ведущий геодезист современной России, некто Юрий Лоза, всего лишь открывал рот и выпускал струи теплого влажного воздуха, будучи в составе ВИА-Интеграл. Так вот, открываем эту книжку буквально на первых страницах и читаем главу первую с самого начала. Форма и размеры Земли, системы координат на земной поверхности. Так называется этот подраздел. Физическая поверхность Земли, имеющая сложную геометрическую форму, близка к геоиду. Геоидом называется фигура, ограниченная уровенной поверхностью, совпадающей с поверхностью мирового океана в состоянии равновесия воды. Уровенная поверхность каждой своей точки нормальна к направлению силы тяжести. Поверхность геоида не может быть выражена простым математическим уравнением. Поэтому для упрощения различных выражений геоид заменяется эллипсоидом вращения, который имеет правильную геометрическую форму и незначительно отличается от геоида. Земным эллипсоидом называется фигура, представляющая собой сплюснутый эллипсоид вращения. Его размеры подбирают таким образом, чтобы он в пределах определенной территории максимально подходил к поверхности геоида. Такой эллипсоид называется референс-эллипсоидом. В Советском Союзе в качестве референс-эллипсоида принят эллипсоид Красовского. Он положен в основу всех картографических работ на территории СССР и других социалистических стран Европы и Азии. И имеет следующие характеристики. Большая полуось, радиус экватора 6378245 метра. Малая полуось, расстояние от плоскости экватора до полюса, то есть не 6 миллионов, 6 356 863 метра. То есть вот, пожалуйста, сплюснутый эллипсоид. Как наиболее простое приближение формы планеты чем-то таким математически выражимым. Так как сжатие невелико, то форма Земли мало отличается от шара. Поэтому при решении многих навигационных задач, не требующих высокой точности, Земля принимается за шар с радиусом 6371 километр. При этом допуске максимальные ошибки в определении длин могут составить полпроцента и в определении направления 12 минут. Ну, то есть в местных каких-то задачах навигации, там от одного локального порта до другого, это в принципе не ошибка. То есть она в абсолютной величине составит, может быть, десятки метров, не более того. Вот если вам нужно построить траекторию из Сантьяго в Сидней, вот тогда нужно учитывать всякие разные точности, тонкости. Ну и вот, это значит справочник штурмана, но это все относится к авиации. А наш штурман спросил все-таки про морские карты, да? Мы до них дойдем, но сейчас почитаем еще кое-что из этого справочника. Вот некоторые фрагменты текста заглавлены как карты и картографические проекции. Это важно для понимания следующего материала. Карты называется графическое изображение земной поверхности или отдельных ее частей, выполненное на плоскости по определенному математическому закону. Это изображение получается искаженным, так как в принципе невозможно развернуть земную поверхность на плоскость без разрывов и складок в отдельных ее местах. Искажения изображения проявляются в несоответствии длин, углов и площадей их действительным величинам. Они приводят к тому, что масштаб карты является переменной величиной, различают главный и частный масштабы. Главным масштабом называется степень общего уменьшения Земли до размеров глобуса, который затем проектируется на плоскость. Этот масштаб указывается под южной рамкой карты и в нем обычно выполняются все измерения. Главный масштаб численно равен отношению длины любого отрезка на поверхности глобуса к соответствующей ей длине на поверхности Земли. Частным масштабом называется отношение бесконечно малого отрезка на карте в данной ее точке по данному направлению к соответствующему бесконечно малому отрезку на поверхности Земли. В общем случае частный масштаб является переменной величиной и не только в различных точках карты, но и по различным направлениям в данной точке. Понятно дело, эти различия для каждой из точек очень малы, но они могут достигать заметных величин для разных точек. Но я повторю, что это все про авианавигацию, а вопрос был про морские карты. Они же, наверное, чем-то принципиально отличаются, хотя вот в этих определениях не говорится о том, что это морские карты, авиационные карты или какие-то там железнодорожные карты. Просто карты. Просто проекция земной поверхности на плоскость листа этой самой карты. Потому что с плоскими картами удобнее работать. Штурман же военный, да? Он, наверное, различает все эти разные карты. Ну ладно. Раз морские, так морские. Откроем учебник военно-морского флота 1967 года издания. Учебник называется «Навигация». Прочитаем первую главу, первый параграф. Фигура и размеры Земли. Многочисленные исследования и измерения позволили установить, что Земля имеет форму неправильного в математическом отношении тела, называемого геоидом. Поверхность, образующая геоид, в отличие от физической поверхности Земли с ее неровностями, горы, впадины и тому подобное, во всех своих точках горизонтально, то есть совпадает с нормалью к направлению силы тяжести и определяется как уровенная поверхность. В природе такая уровенная поверхность совпадает со средним уровнем воды, океанов и открытых морей в спокойном состоянии, при отсутствии волнения, течений, приливов и других возмущающих факторов, мысленно продолженным под все материки. Неправильность геоида обуславливается неравномерным распределением масс в толще Земли, от притягивающего действия которых зависит направление силы тяжести. Теоретические исследования и результаты обработки астрономо-геодезических и гравиметрических измерений, а также результаты наблюдений за искусственными спутниками Земли, показывают, что геоид близок к математически правильной фигуре, эллипсоиду вращения, образованному вращением эллипса вокруг его малой оси. Поэтому при производстве геодезических, картографических и других работ, требующих высокой точности, за фигуру Земли принимают эллипсоид вращения. Величина отклонения по высоте поверхности геоида от поверхности земного эллипсоида, принятого в СССР, и надлежащим образом подобранного по размерам и ориентированного в теле Земли, не превышает 100-150 метров. Эллипсоид вращения практически отождествляется со сфероидом, представляющим фигуру равновесия вращающейся однородной жидкой массы. Отклонение по высоте поверхностей эллипсоида вращения из сфероида не превышает 2-3 метра. Определение размеров земного эллипсоида, имеющего наибольшую близость к фигуре Земли в целом, продолжает оставаться одной из основных задач высшей геодезии, поэтому в разных странах обработку результатов геодезических и топографических работ относят к вспомогательной математической поверхности, представляющей земной эллипсоид с размерами, принятыми для данной страны. Потому что разные страны находятся на разных участках земной поверхности, и там эллипсоид может быть где-то ближе, где-то дальше, потому что он неравномерный. Эллипсоид с определенными размерами, к поверхности которого относят все результаты геодезических и топографических работ в государстве, называют референс эллипсоидом. Ну а дальше мы знаем про эллипсоид Красовского, его размеры и так далее. Теперь переходим на параграф номер 4 и читаем дальше. Понятие о радиусах кривизны главных сечений в данной точке земного эллипсоида. Через произвольную точку на поверхности земного эллипсоида можно провести бесчисленное множество вертикальных плоскостей, которые образуют с поверхностью эллипсоида нормальные сечения. Два из них, меридианное и перпендикулярное ему сечение первого вертикала, носит название главных нормальных сечений. Кривизна поверхности земного эллипсоида в разных ее точках различна. Более того, в одной и той же точке все нормальные сечения имеют разную кривизну. Радиусы кривизны главных нормальных сечений в данной точке являются экстремальными, то есть наибольшими и наименьшими среди всех остальных радиусов кривизны нормальных сечений. Дальше читать уже, наверное, не будем. Перейдем к следующей главе. Вернее, сразу к шестой главе. Вернее, не к шестой главе, а к шестому параграфу. Видимый горизонт и его дальность. Наблюдатель, находясь в море, всегда видит вокруг себя определенный участок земной поверхности, в центре которого находится он сам. Этот участок принято называть кругозором наблюдателя. Границей кругозора наблюдателя является линия, по которой небосвод как бы соприкасается с морем. Называется она линией видимого горизонта. С увеличением высоты глаза наблюдателя его кругозор расширяется. Линия видимого горизонта отодвигается от наблюдателя. Дальность видимого горизонта увеличивается. На сферической поверхности Земли линия видимого горизонта представляется малым кругом, смотри рисунок, по которому прямые линии лучи, проведенные во все стороны от глаза наблюдателя, касаются земной поверхности. Геометрическая дальность видимого горизонта, без учета земной рефракции, представляющая собой сферический радиус, указанный на рисунке, может быть рассчитана на основании следующих соображений. Учитывая, что высота глаза наблюдателя Е по сравнению с размерами Земли незначительно, на современных кораблях высота глаза едва ли может быть больше 50 метров, сферический радиус АМ можно считать равным длине касательной БМ. Тогда из прямоугольного треугольника ОБМ можно писать и отношения настолько мало, что пренебрежение им практически не скажется на точности вычисляемой дальности. Учитывая все это, можно считать, что дальность вычисляется по очень простой формуле. Длину сферического радиуса и приравненной к нему касательной мы назвали геометрической дальностью видимого горизонта без учета земной рефракции. Если бы земная атмосфера во всех своих слоях имела одинаковую плотность или будь Земля вовсе лишена атмосферы, лучи света от линии видимого горизонта достигали бы глаза наблюдателя по прямым, без искривлений, и сферический радиус представлял бы собой фактическую дальность видимого горизонта. В действительности же в земной атмосфере лучи света распространяются не прямолинейно, а с некоторым преломлением вследствие неодинаковой плотности атмосферы в разных ее слоях. Дальше я устал читать. Итак, значит, вот в связи с упоминанием неодинаковой плотности атмосферы в разных ее слоях, у меня всегда возникает такой вопрос к плоскоземам, на который они, конечно же, не могут ответить, потому что они вообще не могут ответить даже на вопрос о том, мокрая ли вода. Они не знают ответ. Может быть мокрая, может быть и нет. Откуда мы знаем? Они ничего не знают. Ну так вот, экспериментально-наблюдательно установленный факт. И плотность земной атмосферы, и давление окружающего воздуха падает с ростом высоты. Чем выше поднимаешься, тем менее плотным воздух становится, тем все меньше его давление. То есть нижние слои атмосферы каким-то образом соседствуют с верхними слоями атмосферы. Но внизу давление выше, вверху ниже, и нижние слои почему-то не перетекают вверх. Хотя вот плоскоземы утверждают, что обязательно должно давление выровняться. Это первое. Второе. Если мы продолжим эту тенденцию, будем подниматься, вот как учебник авианавигации, штурманский справочник нас учит, все выше, выше, и выше. Если мы будем подниматься все выше и выше, то давление окружающего воздуха будет приближаться к нулю. И фактически оно на какой-то высоте станет неотличимо мало. Неотличимо от нуля. Настолько оно будет мало. То есть для человека это будет условие глубокого вакуума. Дышать в таких условиях совершенно невозможно. А это означает, что вот мы находимся на какой-то высоте, где окружающее давление равно примерно нулю. А все нижние слои атмосферы имеют давление существенно более высокое, чем вот этот слой. И надо понимать, что все эти слои это условность. То есть между ними нет четкой границы. Это плавный градиент. Ну ладно, для простоты картины будем называть их слоями. Нижние слои с высоким давлением, по идее, должны бы перетечь все наверх и заполнить вот этот верхний слой с низким давлением. Но это не происходит. Почему? Что удерживает воздух внизу? Почему плоскоземы не в состоянии ответить на этот простейший вопрос? Глава вторая. Ориентирование корабля в море. Параграф восьмой. Система счета направлений в плоскости истинного горизонта. Основными направлениями, относящимися к фигуре Земли и ее поверхности, является направление отвесной линии силы тяжести и направление оси вращения Земли. Всякая плоскость, проходящая через отвесную линию, является вертикальной плоскостью, а плоскости, перпендикулярные направлению силы тяжести, называются горизонтальными плоскостями. И если кто-то из плоскоземов уже кончил при упоминании слова плоскость, то здесь явно говорится о математических поверхностях. То есть вертикаль, горизонталь построены относительно подстилающей поверхности, коей является геоид, упомянутый ранее. Воображаемая горизонтальная плоскость, проходящая через глаз наблюдателя, является плоскостью истинного горизонта наблюдателя. То есть это не настоящая горизонтальная плоскость, а она воображаемая. Плоскоземы очень не любят воображаемые плоскости, но тем не менее постоянно на них ссылаются. Вот такой вот интересный учебник морской навигации. Там много еще можно чего прочитать, очень интересного, но, пожалуй, закруглимся на этом. Впрочем, нет, не закруглимся, рано. Начнем читать десятый параграф и увидим еще одно упоминание о вращении Земли и кое-что еще. Параграф 10. Понятие о корабельных указателях направлений. Для курса указания и определения направлений на различные объекты на кораблях используются специальные приборы и системы. Наиболее распространенными курсоуказателями являются гироскопические компасы, представляющие собой электромеханические устройства, основанные на использовании свойств гироскопа и вращения Земли. Глава четвертая. Основные сведения из теории картографических проекций. Параграф 19. Понятие о картографической проекции. Карта, план. Здесь будут военно-морские определения. Все в полном соответствии. Понятие о картографической проекции. Как известно, положение любой точки на поверхности Земли определяется ее географическими координатами, широтой и долготой. В более общем случае положение точки на земной поверхности может быть определено и в других системах координат. Горизонтные, полярные, прямоугольные и так далее. И я тут сразу анонсирую один из следующих материалов, касающийся как раз прямоугольной сетки координат. То, что у меня есть что сказать по этому поводу. Что сказать и показать главное. Не просто теорию, а практику. Положение точки на карте, являющееся изображением. Потому что многие путают карту и местность. Это не одно и то же. Карта это изображение местности, но не сама местность. Положение точки на карте, являющееся изображением сферической, сфероидической поверхности Земли, также должно определяться пересечением двух координатных линий, которые однозначно соответствовали бы координатным линиям на земной поверхности. Иначе говоря, при изображении сферической поверхности на плоскости необходимо, чтобы каждой точке на поверхности сферы однозначно соответствовала бы точка плоскости, являющаяся ее изображением. При этом непрерывной линии перемещения некоторой точки а ноль на сфере должна соответствовать непрерывной линии перемещения и ее изображения на плоскости карты. То есть это нужно для построения траекторий, чтобы не было всяких там скачков, перелома углов и прочее. По возможности. Способ условного изображения поверхности сферы, эллипсоида на плоскости, называют картографической проекцией. В более узком смысле картографическая проекция это способ условного изображения на плоскости координатной сетки, соответствующей координатным линиям шара или эллипсоида. Таким образом, сущность всякой картографической проекции состоит в том, что положение любой точки сферической поверхности с координатами долгота и широта определяется на плоскости карты картографическими координатами x и y, пересчитываемыми по определенным функциям. Изначение этих функций находится исходя из поставленных условий. Например, вывод уравнений проекции меркатора производится для условия равноугольности отсутствия искажения углов и изображения локсодромии, линии курса прямой линии. То есть, что можно было, если вы идете под определенным курсом, что можно было просто нарисовать на этой карте прямую и не морочиться со всякими там дугами. И это то самое, что якобы не учитывает кривизну земной поверхности, потому что эта кривизна уже заложена в пересчет сферической земной поверхности на развертку карты в проекции меркатора. И если штурман реально думает, что карта меркатора – это изображение местности, вот как она есть, тогда ему стоит задуматься еще и о том, что переплывая через край этой карты, мы мгновенно оказываемся с другого его края, как вот в игре Пакман. Это кем надо быть, чтобы всерьез вот так думать об устройстве нашего мира? Он еще там пытался залупаться на меня. Хе-хе. Штурман. Да. Карта. Географической картой называется уменьшенное обобщенное изображение земной поверхности на плоскости, полученное по определенному математическому закону. Плоскоземы жуть как ненавидят математику, кстати говоря, определенному математическому закону и передающие размещение, состояние и взаимосвязь различных явлений природы и общества. В частности, морские навигационные карты изображают рельеф морского дна, прибрежных участков суши и островов, их взаимное расположение, содержат необходимые для мореплавателя сведения по магнитному склонению, течениям, навигационному оборудованию театра и т.д. Театр имеется в виду театр действий, а не какого-нибудь кабуки. Земля, имеющая в действительности форму геоида, для практических целей кораблевождения принимается за шар или эллипсоид вращения, близкий к геоиду. Эллипсоидальную или сферическую поверхность при картографировании невозможно развернуть в плоскость без складок или разрывов, поэтому переход от шара эллипсоида к плоскости осуществляется при помощи математически обоснованных проекций. При этом для избежания разрывов и складок изображение Земли по определенным направлениям искусственно, но закономерно растягивается или сжимается, в результате чего карта не дает полного подобия местности. То есть еще раз, этот якобы штурман не понимает, что учет кривизны земной поверхности уже заложен в картографическую проекцию изначально. Именно поэтому карта плоская, хотя изображает сферическую поверхность Земли, как написано вот в этом самом военно-морском учебнике или учебном пособии. Что это за штурман такой? Что он там штурмует? Ближайший пивной ларек, что ли? Я надеюсь, что его к управлению настоящими кораблями или там самолетами в принципе не допускают. Или еще более вероятно, что никакой он не штурман, а так просто. Набздел, что называется. Ну ладно. В общем, уже должно быть понятно, что во всех трех пунктах из трех этот якобы штурман задал совершенно идиотские вопросы, ответы на которые он мог бы найти сам или даже он бы их знал, если бы он на самом деле был бы штурманом. Но, увы, его попытка обмануть честную общественность, вернее, че, почему увы? Не увы, а ура! Попытка этого горе-штурмана обмануть меня и моих зрителей и читателей была заведомо обречена на провал, потому что земля не плоская, земля шарообразная и к тому же она еще и вращается, как мы узнали из этих учебных пособий и справочников по геодезии и навигации. На этом все. Редактор субтитров А.Семкин